Привет из Беларуси! Приглашаю вас на обзор моей теплицы. 8 апреля. У нас идёт снег. А вчера на Благовещение с утра мы увидели вообще чудесную картину. Встали утром, всё усыпано снегом. Но это, конечно, несколько аномально для нашего климата. И задерживает очень развитие наших растений в том плане, что задерживается приезд в холодную теплицу. Я думаю, такое обстоятельство в этом году у многих. Аномально холодная весна. Начнём обзор с правого стеллажа. Здесь у меня стоят черенки вегетативной петунии, сурфинии, потунии, литлтунии. Ну, в общем, всего будем называть это сурфиниями. То, что покупается черенками. Немножко тут и других растений есть, и бакопы, и вербены. С них уже тоже сняты черенки. И внизу, на втором этаже, вот они у меня уже приживаются. То есть, это черенки, снятые вот с этих черенков, верхушечные. Ну, и часть из этих черенков уже у меня высажена в кашпо. Кашпо на 2,5 литра. Только всё высажено ещё. Насколько хватило мест, настолько было и высажено. Потому что, к сожалению, пока очень всё ограничено. На освободившееся место уже поставлены ампельные петунии. Дальше у меня идёт гацания. Гацания, посев от 6 января и от 13 января. Ну, вот, смотрите, видно, да, где тут пропололо несколько рядков. А тут уже вот вылезла негативная такая сторона компоста. Вот, сорняки пошли. И при том, что так нормально пошли, надо полоть. Вот, конечно, из-за этого компост и не стоит использовать. Ну, когда объёмы ещё небольшие, такие, как у меня, то ещё допускается. Но когда большие объёмы, это просто нереально. Лишняя работа. Вот, значит, гацания развивается нормально. Ну, как видите, вот, растения в разной стадии. Это сорт Big Kiss Mix. И поскольку это разные расцветки, то есть разные сорта одной серии, поэтому и растения тоже разные. Ещё и посев с разницей в неделю. Ну, уже такие неплохие гацания. Вот они тоже завтра уже будут выселяться. У нас завтра вроде без морозов, поэтому на гацане у меня клиент на выселение, на холод. Тут же у меня стоит и георгина. Георгина однолетняя. Честно говоря, сорт не помню. Помню, что посев от 14 января. Ну, и заросли тут же разные очеренки ещё у меня. Это уже свои тут, что есть. И пеларгония плющелистная, тут дихондра. В общем, всего понемножку. Ну, а снизу этого стеллажа петуния второго посева в кассетах, вся четвёртых. Это посев от 6 февраля. Тут же и третий идёт посев снизу уже на центральном стеллаже. Ну, в общем, вот, как видите, это всё второй посев. И немножко тут уже черенков, что укоренилось. Это пеларгония, которая укоренялась в перлите. Она, конечно, долговато стояла. Немножко амбельной петунии. Это уже третий посев. А это вот интересное растение. Это гибискусы. Выращиваю впервые. Из семян. Ну, вот они пока вот такие. Тоже буду их выселять в холодную теплицу. Может, там будет им больше солнца. Будут они лучше расти. Вот, после пикировки, ну, по одному листу пустили. Ну, вот, пока не вижу так, чтобы они бурно развивались. Ну, и дальше тоже всякие черенки. Я уже показывала вам там черенки с руфини. И центральный стеллаж у меня занимают петунии. Во-первых, амбельная петуния. Обзор я делала в предыдущем видео. Здесь у меня в литровых горшочках она стоит. Много разных сортов. Подробнее можно посмотреть. Я ссылку оставлю на конечной заставке. Что-то уже порезала на черенки. Ну, пока стоит вот в таких стесненных обстоятельствах. Очень плотно. Конечно, завтра уже переедет в холодную теплицу. И там буду расставлять ее. Ну, а здесь все петуния у меня. Бедная мучается уже давно. Пора ее перебрасывать в горшочки. Это все первый посев. Посев от 23 января. Первый уже, конечно, перерастает. И начинается такое физиологическое пожелтение от этого. От того, что не хватает объема. Ну, питание стараюсь давать, но все равно это не спасает. То есть пора-пора уже. Ну, вот ждем-ждем, никак не дождемся тепла. И немножко на левом стеллаже тоже у меня еще эта петуния стоит. Такая вот она. Видите, уже большущая. Надо обязательно вот завтра займусь ей. Надеюсь, что не поменяют прогноз погоды. Тут немножко стоит уже ампель на петунии, что где поместилось. И гвоздика садовая лолипод, которую я из семян выращиваю. С них уже тоже прижились черенки верхушечные. В общем, тоже будет все выселяться. Пойдем смотреть дальше. Вот это ампель на петуния второго посева от 27 января. Вся ампель на петуния у меня выращивается без пикировки. Флоксдрумонда. Пробую. Вот несколько штучек стоит. Вот посмотрю, как он растет и цветет. Пока вроде неплохо. И лобелия. Посев от 26 января. Лобелия в этом году неплохая. Уже заложилась на цветение. Выглядит она хорошо так. Вся такая зеленая. Он тоже пойдет завтра на выселение в холодную теплицу. Лобелия, в общем, неплохо с холодом справляется. Может немножко, конечно, посинеть. Но, тем не менее, первый кандидат. На нижнем стеллаже, здесь же слева, немножко ампель на петуния третьего посева. Черенки, сурфинии стоят. Вербена, посев 23 января. Но это еще не вся вербена. Там в холодной теплице уже часть выселяется. Ну и уже низ заняла сальвия. Сальвия здесь двух посевов идет. Вот такая, что получше. Побольше. Она уже закладывается на цветение. Это посев от 1 февраля. Без пикировочное выращивание. То есть сразу в кассеты и перевалка. Я сальвию всегда выращиваю на нижнем стеллаже. К сожалению, сверху и места не остается. И вот по сторонам стоит это второй посев от 13 февраля. Это уже посев идет в ящике с пикировкой. Она, конечно, вот смотрите, как отличается. Ну, правда, и была распикирована недавно. Все, места не хватало. Поэтому выглядит она не аис, конечно. Вот это получше, правда? И вот нижний этаж у меня занят петунией. Это третий посев. Она распикирована не очень давно. И приживается вот здесь внизу, чтобы не попадать под прямое солнце. Мы с вами уже видели кашпо. Тут у меня и петуния, ампельная, и сурфиния. И перейдем во вторую часть теплицы, которой я уже пользуюсь. Здесь у меня стоит виола. Многолетники там с виолой на втором стеллаже справа. И кассеты с петунией, с вербенной, с целлозией. Но кассеты эти только на дневном пребывании. На ночь приходится их заносить опять в теплую теплицу. Вот ставлю в проходы. Все заставлено, два прохода не пройти. Так что пока вот так ютимся. Но эта ситуация многим знакома. Ну, виола тоже неплохая. В этом году хорошая. Ничего не хочу сказать. Вот уже закладываются бутоны. Как видите. Ну, это такие экземплярчики побольше. Но все равно. Вот они уже видны. Эти бутоны. Вот, вот, вот. Поэтому еще недельку постоит в тепле. Пусть лучше забутонится. И потом пойдет на улицу. В общем, виола неплохая. Целлозию как-то я поздно посеяла. К сожалению, не помню когда. И только распекировала дня 4 назад. Она у меня вот приживается. Но оказывается, что целлозию сею первый раз. Она уже как бы на бутоны заложилась. Какие-то там. Не знаю, с этой культурой я не сталкивалась. Никогда не выращивала ни для себя, ни для продажи. Поэтому вот для меня это как бы в новинку. Что она такая шустрая. И уже растет вместе с бутонами. Вот если посмотреть поближе. Такие экземпляры побольше. То видно, что уже окрасился цвет. Где оранжевая, где желтая. Ну вообще такое веселое растение в рассаде. Тут у меня немножко гортензии стоит. Метельчатой и крупнолистной. Розы из черенков. Ну так подгоняю. Вот выращиваю дельфиню многолетний. Magic Fontains. Здесь четыре расцветки разные. Ну вот, попытаюсь вырастить. И разные у меня здесь многолетники есть. Шалфей дубравный. New Dimension Blue. Армерия Приморская. Morning Deep Rose. Шалфей дубравный. Это розовый. Как же он называется? New Dimension Rose. Там был New Dimension Blue. Вот он. И тут New Dimension Rose. Растет, конечно, очень медленно. Гайлардия Grandiflora Arizona Red Shades. И вот еще интересный заменитель газона. Мшанка шаловидная. Тоже выращиваю впервые. Стоит в холодной теплице. Уже нарастает неплохо. Все в холодной теплице внеотапливаемой. Ну и еще немножко виолы. Ну вот пока так выглядит моя теплица. Конечно, не все здесь есть из того, что я выращиваю. Выносить теплолюбивое растение нет смысла и нет места. Все занято, как видите. Вплоть до маленьких кусочков. Еще у меня тут и третий этаж занят. Тут и черенками. В общем, пока, как и у всех, очень стесненные обстоятельства. Но с завтрашнего дня, надеюсь, что начнем переезд. И после переезда я сделаю еще обзор. Может быть, там потеплеет. Вынесу свои бегонии, которые у меня сильно затормозили дома. Очень сухой воздух и, вероятно, не подходит грунт. Может быть, теплицам будет легче расти. А мои катарантусы уже заложились на цвет дома стоя. Тоже они нуждаются уже в том, чтобы в больший объем пойти. Потому что стоят в стаканчиках 200 мл. В общем, тесно им. Такие вот у меня пока новости. Заходите на канал. Будем вместе выращивать цветы. Ну, а мне пора с вами прощаться. До свидания. Надеюсь. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok